Здравствуйте, уважаемые зрители моего блога! Сегодня я хочу представить вашему вниманию обзор анарока от шведской фирмы Fjell Raven. Ну, с чего начать? Начать, пожалуй, стоит с ткани. Ткань — это разработка шведов. Ткань G1000 — это смесовка, состоящая из 65% полиэстера и 35% хлопка. Она практически невосприимчива к искрам от костра, хорошо дышит. Если её обработать специально воском, то ткань становится водонепроницаемой. Такой воск тоже есть в ассортименте Hjell Raven. Вот у меня есть коробочка. Вот он. Как-то так выглядит. То есть им надо натереть анарок, затем прогреть феном, если это в домашних условиях, или над газовой горелкой, если это походные условия. Дальше — крой. Ну, собственно говоря, это анарак — это верхняя одежда, защищающая от ветра. У неё есть молния, которая доходит не до конца. То есть это не куртка. Одной из основных особенностей анараков, в принципе, является большой нагрудный карман кенгуру, куда можно положить карту какой-нибудь, ну и прочие всякие вещи. У меня там обычно лежит ножик Victorinox, потом зажигалка, немножко растопки, то что-то такое. Теперь дальше — молния. Закрывается на кнопку. Ухватка молнии большая, кожаная, удобная. Маневрировать ей в перчатках. Если расстегнуть молнию, мы увидим дальше вот такую вот складку ткани. Это, я считаю, тоже очень интересная такая вот фишка фьел-рейвеновских анараков. Я такой вот, ну не встречал на других изделиях. Это такой псевдоворотник, то есть он защищает от потоков ветра и при этом позволяет вентилироваться на анараку. То есть воздух всё равно выходит нагретое тело. При этом защита от ветра остаётся. Эта вот ткань, она отстегивается. В результате можно совсем открыть для вентиляции полностью. Идём дальше. Капюшон. Капюшон глубокий, артикулированный. Снабжён такой вот опушкой из искусственного меха. Она съёмная на пуговицах. Далее утяжка по овалу лица. И регулируется утяжка для глубины капюшона. То есть если застегнуть молнию, получается такая очень хорошая защита от дождя и ветра, и снега. Идём далее. Под нагрузным карманом имеется утяжка для талии. Вот она тут. Видны складочки. Замок утяжки выведен в карманы. То есть у бёдер есть два входа в один общий карман. В передней части. При ношении рюкзака ремень не мешает этим карманом и можно нормально пользоваться. Далее по низу анарока тоже идёт утяжка. То есть можно как следует затянуть его. И ни ветер, ни снег, ничего не будет забиваться. Сбоку имеется молния, и она может использоваться для вентиляции, для доступа каким-то боковым карманом с важными вещами или карманом внутреннего утепляющего слоя. Ещё эта молния облегчает процесс надевания и снимания анарока. Под мышками расположены вентиляционные молнии с двумя замками, соответственно. Они обеспечивают очень хорошую вентиляцию. Молния большая. Манжеты большого объёма. Манжеты застегиваются на липучку. Кстати, можно носить анарак с куртками, поддевать утепляющий соль. Что можно сказать по использованию? Этот анарак является типичным представителем наружного слоя. Хоть на сайте сказано, что это зимняя куртка, нет никакого утепителя, то есть это только слой ткани. Да, он защищает от ветра, дождя и снега замечательно. То есть я ходил в этом анараке в сплав, в крайний отчёт о котором вы можете видеть в моём блоге. Там, собственно говоря, я торчал в этом анараке под ярким солнцем в плюс 30 и мне не было жарко благодаря большим вентиляционным отверстиям и большому воротнику. Был дождь, причём достаточно сильный дождь и анарак его в честью выдержал и начал промокать только через несколько часов. В случае, если его как следует натереть и пропитать воском, водонепроницаемость будет ещё лучше. Далее было холодно и ветрено и анарак, кстати говоря, замечательно справился с этой работой. Он защищал меня от ветра. То есть по своим защитным качествам анарак меня полностью устраивает. Я ему очень рад, это очень практично и качественно сделано. То есть никаких косяков вообще в изготовлении и в принципе в продуманности конструкции я не обнаружил. Мне очень нравится, прям вот очень сильно. Что говорить вот о комплекте одежды, то вот сейчас на мне практически вот, ну полный комплект Филл Рейвен. Это вот анарак, штаны Филл Рейвен, Гринлунд, если я не ошибаюсь, о них будет большой подробный обзор. И вот тёплая шерстяная шапка. И вот всё, что я вот-вот трогал руками с Филл Рейвеном, мне понравилось просто безумно. Оно полностью качественное, очень продуманное изделие, без каких-либо нареканий. На этом всё. Спасибо за внимание.